Во-первых, это уголовное наказание за повторную пьянку за рулем. Теперь пьяные водители смогут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. При этом прав водитель лишится на срок до трех лет. Даже если срок действия первого наказания за нетрезвую езду истек, но с этого момента не прошло года, этот случай тоже попадает под действие нового пункта, и нарушитель рискует отправиться в колонию. Теперь за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена не административная ответственность, а уголовная. Вплоть до лишения свободы до двух лет. Еще одно нововведение в законе – Европротокол. Самостоятельное оформление аварии, если нет пострадавших, а ущерб в пределах 50 тысяч. Также, если участников аварии только двое, если у обоих есть полис и ОСАГО, то стоять и ждать ГАИ запрещено. Можно вообще не вызывать сотрудников полиции, разобраться на месте, кто нарушил, и если один из них готов выплатить сумму потерпевшей стране, то можно об этом договориться и разойтись. Второй вариант – это заполнить извещение, которое прилагается к полюсу ОСАГО, и прибыть уже в страховую компанию. При этом, конечно же, необходимо будет зафиксировать на фото и видео подробности этого ДТП, расположение автомобилей на проезжей части, и желательно, конечно, элементы дорожной инфраструктуры. Это наличие перекрестка, светофорного объекта, пешеходного перехода и, конечно же, знаки и разметку. И третий вариант – это уже самим составить схему произошедшего, опять же, на фото и видео зафиксировать положение транспортных средств и прибыть для оформления ДТП в подразделение ГИБДД, либо на ближайший пост. Такая бумага содержит 15 пунктов, в которых надо указать имена участников ДТП, модели машин, номера удостоверений, номера страховых полисов, номер свидетельства о регистрации, а также 17-значный номер кузова, ну и нарисовать схему ДТП. Ошибаться нигде нельзя, иначе получите отказ в выплате. Это не единственная причина отказа. Отказать могут и в том случае, если полис одного из участников ДТП поддельный. Также участники должны сфотографировать место происшествия, заполнить бланки страховой и разъехаться. При этом освободить проезжую часть водители должны как можно скорее, иначе штраф – тысяча рублей. Не до конца ясно, что делать, если не все участники согласились, кто виноват в аварии, а также если водитель даже примерно не представляет, сколько будет стоить ремонт их машин. Также, согласно новым изменениям, пешеходы обязаны будут носить светоотражающие элементы на своей одежде. Светоотражающие элементы могут быть выполнены совершенно в различных формах. Браслеты, значки, подвески, жилетки, термонаклейки. Можно даже использовать фонарь. Главное, чтобы вас видел водитель, если вы пешеход. Данное требование будет распространяться не на всех, а на тех пешеходов, которые передвигаются по обочине или краю проезжей части в темное время суток вне населенного пункта.